Без маски вход запрещен. Таблички с такой цитатой сейчас буквально на каждом шагу. В такси, торговом центре, кафе или салоне красоты. Если человек обслуживается без средств индивидуальной защиты, то штраф может получить как руководитель, так и юридическое лицо. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях. Еще один документ, измененное постановлением Минздрава номер 217, плюс комплексный план профилактики COVID-19 в Вавруйске. В настоящий период времени нарушение санитарных правил и норм, это нарушение статьи 16.8 Кодекса Республики Беларусь. Информацию о том, что внесены изменения в санитарные правила и нормы, поведено до сведения субъектов хозяйствования. Работало в этом направлении и управление торговлей Бавруйского госполкома, и Центр генной эпидемиологии. Санкция статьи 16.8 предусматривает наказание для индивидуальных предпринимателей до 200 базовых величин. А это свыше 5000 рублей. Штраф для юрлица и вовсе до 13,5. Поэтому, как вести себя с незащищенным клиентом в период пандемии, бизнесмены решают сами, так как нарушение ударит именно по их кошельку. Красоте отказать мы не можем, поэтому у нас есть одноразовые маски, которые мы предлагаем нашим клиентам. Без масок, конечно, не обслуживаем, но одноразовые есть для каждого. Также обрабатываем поверхности после каждого клиента. Возможно, иногда бывают заминочки, но 10 минуток нужно подождать. Всемирная организация здравоохранения накануне изменила рекомендации. Во время второй волны она призывает носить маски и внутри, и вне помещений. Независимо от того, есть ли возможность соблюдать социальную дистанцию. Особенно это касается помещений, где не обеспечено достаточное и регулярное проветривание. В нашем магазине соблюдаются все меры по профилактике не только коронавирусной инфекции, но и вообще в общем любых респираторных заболеваний. То есть по постановлению мы не обслуживаем покупателей без средств индивидуальной защиты. Для этого у нас есть они в продаже, но если люди разного достатка, например, у человека не может сейчас позволить себе купить маску, мы выдаем бесплатно. Новая инструкция от ВОЗ распространяется как на взрослых, так и на детей от 12 лет. Малышам до 5 защитная повязка наоборот не рекомендуется. В отношении детей от 6 до 11 решение о масках должно приниматься в зависимости от конкретной обстановки с коронавирусом в данной местности. А также умение ребенка правильно носить средства защиты и возможности взрослых следить за этим. Для вас, как для покупателя, насколько важна все-таки маска и меры защиты? Ну, обязательно, потому что все-таки вирус и говорят, что хуже, чем было в том году. Мне кажется, это очень важно. Вы сами везде ходите в масках? Расскажите, как? По улице нет, но если захожу в помещение, это да. У меня родители уже пенсионеры, дети дома. Ну и я сама, конечно же, ношу маски по мере возможности, стараю перчатки. Ну и, конечно же, обрабатываю руки, потому что сейчас время такое, это очень важно. А детям одеваете маски? Да, безусловно. К слову, в России расплачиваться за пренебрежение правилами безопасности приходится самому нарушителю. Штраф до 1000 белорусских рублей. В Украине он меньше, около 20. А вот в Италии наказание за нарушение масочного режима может доходить до 1000 евро. Причем носить аксессуар 20-20 там изначально требовалось как в помещении, так и на улице. Впрочем, цена на защитную повязку в разы меньше, чем сумма возможного штрафа. Во-первых, это защита от вируса, во-вторых, страховка для представителей сферы обслуживания. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.